Книга, открытый моком, четвертый том. Вопрос 1304. Взаимоотношения. Похоже, что самые большие искушения идут нам через самых близких. Как это стерпеть? Научите, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть такая поговорка, если не хватает терпения, переходите на долго терпение. Михея 7.6. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашним его. Матфея 10.36. И враги человеку домашние его. Любой человек, которого описывают даже самыми правдивыми словами, это всего лишь книжный герой. Если он будет жить рядом с нами, то его качества, даже положительные, не будут совпадать с нашими привычками и наклонностями. И уже через самое короткое время мы можем разлюбить этого человека. А если он еще и громко храпит ночью, то совместная жизнь делается невозможной для того, у кого очень чуткий сон. Например, кто работал сторожем. Все это на бытовом уровне. А если взять во внимание, что домашние наши неверующие, то чаще придется жалеть их, их, чем нас. Ради чего они должны терпеть наши странности? Посты наши приносят им неудобства, а виноваты в этом мы. Разные кастрюли, разные места в холодильнике. Притом они жалеют нас, что мы заморили себя. Это уже поплыли облака. О нас пошли разговоры, что мы стали не такие. И хорошо, если нас назовут просто чокнутыми. Над нашими родными могут смеяться из-за нас. И виноваты в этом опять же мы. Нас раздражает их телевизор. А их наш иконостас, свечи, лампадки, лестовки четки. Они только вспоминают о тех днях, когда все было одинаково. Самое трудное, когда это все между супругами и детьми. Благо, если они не будут у веровшего преследовать, в лучшем варианте предложат размен квартиры. А случается, что изживают со святу. Жития святых полны таких примеров. Иоанна 15, 19. Отношение наших ближних к нам превращается в длинный ряд искушений, исходящих от них. Нам сносить эти искушения должна бы в сладость и благодарить за это Бога и приложить все силы, старания, такт, чтобы ни в чем не уступая своей свободы, сделаться неприметными, забиться в уголок и не мельтешить у родных под ногами. Старайся им угодить во всем, что не противно евангельским заповедям. 1 Тимофею 2, 2. Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Римлянам 14, 13. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. 1 Коринфянам 10, 32. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей. Римлянам 2, 24. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников». Иногда при всем нашем желании добиться мира с родными это невозможно. Здесь уже нужно хирургическое вмешательство. Сираха 13, 22. «Какой мир у гиены с собакою? И какой мир у богатого с бедным?» Они о нас говорят при мудрости Соломона 2, 15. «Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его». Третья ездра 16, 50-53. «Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную, так правда возненавидит неправду, украшающую себя, и обвинит ее в лице, когда придет тот, кто будет защищать преследующего всякий грех на земле. Потому не подражайте неправде и делам ее, ибо еще немного, и неправда будет удалена из земли, а правда воцарится над вами». «Сокровище или подаришь что-нибудь?» Вдруг полицейский, он новый, неопытный. «Что это в сумке твоей?» «На, погляди», — отвечает безропотно. «Я не таюсь от людей». Смотрит, смутился, вот-вот расхохочется. «Так для кого ж это кладь? Стекла разбитые, камни, и хочется странной старуху назвать. Это в саду я зарою лопатой, чтоб оградить от вреда деток и старцев, машины богатые, что заезжают сюда. Летом тут бегают девочки, мальчики, вдруг, забежав на стекло, могут поранить нечаянно пальчики. Так начинается зло. Гвозди воткнутся в резину колесную и остановят ее. Люди меня называют несносною, это мой милый вранье. Видишь ты сам, что вреда я не делаю, нет во мне помысла злых. Я подбираю рукой неумелые гвозди, стекло с мостовых. Видишь, вон шило без ручки железное, будет от этого вред. Хочется мне быть для жизни полезным, даже на старости лет. И полицейский, как вешнее солнышко, сердце добром освежил. Сумку старухи на самое донышко, склянку подняв, положил. Бабушка, ты необычная умница. Все твои мудрые слова, и не опасна широкая улица. В годы, пока ты жива. Родион Березов, 1964 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова